Летом 1877 года российская гомосексуальная бугема, весьма многочисленная, между прочим, была взбудоражена необычайным происшествием. Известный любитель сладких юношей, композитор Чайковский, вдруг взял, да и женился. Петр Ильич повел под венец 24-летнюю Антонину Милюкову, за которую ни особого приданного, ни положения в обществе не водилось. Так что считать этот союз браком по расчету было нельзя. Что же побудило Петра Чайковского изменить, так сказать, свою сексуальную ориентацию? Ни что, а кто? Пушкин, господа! Александр Сергеевич! За четыре месяца до своей неожиданной свадьбы Чайковский рассказал знакомой актрисе Елизавете Лавровской, что ищет интересный сюжет для новой оперы. И та вдруг посоветовала взять Евгения Онегина. Мысль показалась Чайковскому абсурдной. Он заявил, что Онегин святая книга, которой он и во сне не осмелился бы прикоснуться. Откланившись, Петр Ильич отправился обедать. А дальше, дальше события начинают развиваться, как мелодия в греческом танце-сертаке. От неторопливых раздумий до бешеного творческого азарта. В письме к брату Чайковский потом напишет. Обедая, я вспомнил об Онегине, задумался, потом начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и к концу обеда решился. Тотчас побежал отыскивать Пушкина. С трудом нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум, вот так он и написал, сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина. Что же так зацепило Чайковского в пушкинском романе? Как выяснили биографы-композитора, незадолго до разговора с Лавровской, который закончился сценарием новой оперы, Чайковский стал получать страстные любовные послания от некой Антонины Милюковой, 24-летней студентки консерватории. Будучи гомосексуалистом, композитор на пылкие признания студентки не повелся и поступил так же, как пушкинский Онегин, написал вежливый, холодный ответ, что, дескать, не может ответить взаимной любовью. Но теперь, когда все его мысли захватила идея оперы Евгения Онегина, он взглянул на любовные признания Милюковой другими совершенно глазами. В историю его собственной жизни вмешался сюжет Пушкина. Ощутив себя самого Евгения Онегином, Чайковский отправляется к своей Татьяне. Ему просто необходимо было увидеть, какова из себя девушка, которая пишет ему пылкие письма. И дальше, дальше происходит невероятное. 6 июля 1877 года Антонина Милюкова официально становится супругой композитора, которая азартно пишет оперу, изменившую его собственную жизнь. Сцена письма Татьяны была написана первой. Татьяна Ларина и Антонина Милюкова соединяются в болезненно возбужденном сознании композитора и рождают совершенно дивную музыку. Менее чем за год Евгений Онегин был закончен. Но последние ноты в партитуру композитор вносит в итальянском городе Сан-Ремо, куда он со всех ног бежал от юной жены. Брак Чайковского с первой и последней в его жизни женщины продлился ровно три недели. Ну а первая постановка оперы Евгений Онегин в Малом театре тоже не удалась. Чайковский был обруган критиками и непонят любителями оперного искусства. По-настоящему, по-настоящему публика оценила Онегина лишь после исполнения оперы в Большом театре в Москве. После триумфа в Большом популярность Евгения Онегина стала стремительно расти. В конце 19 века эту оперу Чайковского один за другим принялись ставить ведущие европейские музыкальные театры. Сегодня она считается шедевром. Ближайшие несколько минут нашего эфира займет короткая овертюра из Евгения Онегина, которая, надеюсь, кого-то из вас все-таки убедит разыскать это произведение Петра Ильича и прослушать от начала до конца. Это шоу «Почти дома» — это цикл классика о великих композиторах и их великой музыке. Субтитры создавал DimaTorzok